По улице Балковской спустя 10 лет снова будет курсировать муниципальный пассажирский транспорт. Троллейбусы отечественные. Их собрали на Одесском депо за почти 5 миллионов 400 тысяч гривен один. Чиновники обещают, что на линии они выйдут уже на следующей неделе. Электробусы будут следовать от проездного путепровода по Балковской, через Приморскую и до Железнодорожного вокзала. Длина нового маршрута составляет 22 километра. Друга будет занимать полчаса. Специалисты говорят, чтобы маршрут оправдал ожидания, три машины на линии маловато. Нужно всего минимум 9-10. Теоретически в мастерских ОГЭД можно собрать еще две таких машины. Но 3 плюс 2 в сумме 10 не даст. Как известно, первый тендер на покупку шести низкопольных электробусов для Балковской с треском провалился. Но чиновники не расстраиваются. Уже объявили новый. Пока 3. Мы планировали, что будет 9-10. Мы уже объявляли тендер на закупку 6-7 электробусов. К сожалению, он не состоялся. И сейчас идет подготовка либо к следующему тендеру. Потому что для того, чтобы этот маршрут полноценно заработал с нормальным интервалом движения, надо где-то около 9-10 единиц. Вернуть на Балковскую электротранспорт. С таким обращением одесситы неоднократно обращались в департамент транспорта. Горожане добились своего. И по идее, со следующей недели машины должны появиться на улицах города. Правда, есть нюанс, о котором чуть дальше. Электробусы обещали выпустить на маршрут еще ко дню города. Но пока запуск маршрута номер 15 снова переносит. Его первый рейс – депо на Алексеевской площади в депо на Инглезе. Тем временем водители рассказывают – техникой довольны. А маршрут, вероятнее всего, будет рентабельным. Я думаю, рентабельность будет хорошая, потому что раньше ходил трамвай, и люди нуждаются в транспорте, общественном транспорте. Есть просьбы людей впустить общественный транспорт. Думаю, что будет все хорошо. Накатаем, будем возить. Машины переоборудовали в коммунальном предприятии «Одессгороэлектротранс» из старых «Шкот», которые долгие годы ржавели под забором депо на Инглезе. Этот транспорт вмещает 28 сидячих пассажиров. С динамической подзарядкой способны ехать под контактной сетью, как обычный троллейбус. Путь следования частично дублируется с «Десяткой» и автономно на аккумуляторах. Именно это и является его основным преимуществом. Жаль, что жители спальных районов это преимущество пока не оценят. Если вы понимаете, это уже старые были «Шкоды», которые у нас, в общем-то, стояли под забором. И на сегодняшний день вы увидели такие машины, то есть они полностью переоборудованы. Стоимость переоборудования где-то около 5 миллионов 400 тысяч гривен одной единицы. Мы использовали старые кузова от старых троллейбусов «Шкода» и новые силовые установки, новые системы для управления. Соответственно, на сегодняшний день мы получили такие машины. Здесь установлена новая панель, специально разработанная для этих электробусов. То есть мы можем наблюдать заряд батарей. Это для автономного хода. Насколько хватает заряда батареи? Если брать по максимуму, километров на 50 хватит. Заявлено вообще, чтобы батареи сильно не разряжать, не заряжать, то есть не портить их. Ну, на 25 километров свободно хватает. Один электробус может заменить 2-3 маршрутки. И вот тут самое интересное. Аккурат с презентацией электробусов прозвучала информация о повышении проезда в трамваях и троллейбусах. Предварительно стоимость подражает на 2-3 гривны, то есть одесситам, которые рассчитываются наличными, придется выкладывать по 8 гривен за билет. А для того, чтобы стимулировать одесситов пересаживаться на экологичный транспорт, стоимость проезда безналичным расчетом будет 7 гривен. Правда, еще не в каждом трамвае и троллейбусе есть возможность бесконтактной оплаты. Исходя из последних тарифных новостей, велика вероятность увидеть электробусы на городских улицах только после изменения цены билета в новый транспорт с новым тарифом. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.